Видеокурс Street Tie, неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной траке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео. Ссылка в описании под видео. Они достают оттуда лом и бейсбольную биту, припрятанную для таких случаях, чтобы разбить стекло твоей машиной. То есть это сокращение дистанции. Это самый оптимальный вариант, который я бы тебе советовал отрабатывать на автомате. Сокращение дистанции. Это ты все делаешь на челночке, имея уже ту базу, которую мы нарабатывали до этого. Челночок. То есть или мы сокращаем с разрыва дистанции, раз-два, или мы сокращаем сразу одним прыжком вперед, челночок вперед. Два варианта. И это все ты стараешься нарабатывать на автоматизм. А затем я тебе сейчас покажу, как добавлять туда же удары. То есть первый вариант это разрыв. Например, с дистанции. Идет противник, на тебя ты уже видишь, ты ему говоришь, стой. И он с этой дистанции, когда прямая рука старается ударить палку. Я разрываю. Как видишь, будет такой замах. Обязательно он будет. То есть после удара у всех однозначно рука уйдет вниз. Так как удары палкой амплитудные. Неважно, или с мерку рука ушла вниз, или с голку рука ушла в другую сторону. С этого положения трудно ударить, и удар будет не сильный. После того, как рука ушла вниз, ты так же челночком сразу сокращаешь и блокируешь от рук. То есть одной или двумя руками, неважно. Или хватаешь рукой за палку. То есть сейчас ты нарабатываешь именно сокращение дистанции. Еще раз. Я стою стойный гид. Раз, два. То есть сейчас противник медленно это делает, да, с паузой. И чуть-чуть, когда ты наработаешься, можешь это делать, чтобы он махнул и на отмашь тоже пытался тебя ударить. Тогда ты точно почувствуешь вот эти секунды, которые нужны для сокращения дистанции. Раз, два. Все. Видишь, я ему не даю. То есть он реально хочет ударить, но я эту руку блокирую. Еще раз на работе. Стой. Сюда. И второй момент. Это когда противник рядом, мы с ним разговариваем, но у него в руке палка. То есть с такой дистанции, вот когда дистанция ближе вытянутой руки. Вытянутую руку я тебе даю как глазомер. То есть если дистанция дальше, мы разрываем. Если дистанция ближе, мы сразу сокращаем черночком. То есть подходим сюда. То есть он делает замах и я здесь. Он не может меня ударить, так как нету рычага. Удар придется на руку. Максимум придется сюда на куласть. Но не палкой. Но не жесткая основа. Поэтому при короткой дистанции. Но я сразу же, так же, мы же разговариваем с тобой стоечки, да, изначально. Стретаешься. Я говорю, успокойся, братан, что ты это? Раз. Я сразу этой рукой блокирую пьющую руку. Вот это тебе надо наработать вначале, в основе. Еще раз. Короткая дистанция. Ап. Сразу сокращаем. И дальше. Сто не подходил, успокойся, братан. Ап. Дальше, если я вижу действительно, что это. Полный неадекват, скажем так. Нам нужно его сразу утихолеть. Делая все то же самое. Сокращая дистанцию, я добавляю удары. Прямые, жесткие, мощные удары другой рукой. То есть, например, работая с дистанцией. Успокойся, успокойся. Раз. Сюда. Та-та-та. Бью левой. То есть, правая заблокировала. И левой наношу жесткие, быстрые, сильные удары. То есть, однозначно, палка упадет. Тогда я уже буду дорабатывать остальными ударами. Еще раз. Стой, все нормально. Та-та-та. Или локоть. Или кулак. Здесь не важно. Здесь главная задача пить. Бей. И второй момент, когда короткое. Мы разговаривали. Ну что ты что ж? Бэм. Локоть. Или опять-таки несколько клоков. Еще раз. Все же нормально. Что ты? Вот в этом моменте ты работаешь. Сначала учишься сокращать, блокируя руку. Затем добавляешь удар. Сокращать. Затем добавляешь удар. Вот это нарабатывает до автоматизма. Это лучшая защита от палки, битой и ремонтировки. Затем добавляешь удар.